Девушки отдыхают А это и известно, и не ново Но мы живем, чтобы оставить след Дом, или тропинку, дерево, или слово Поэт Гамзат Садоса Кто вдохнул в тебя силы борца И ум стихотворца Твоя жизнь Я рожден от Магомы В несчастливом бедном доме Обветшалая плита Нашу саклю покрывала Сын Юсупа Магома Жизнь окончил на соломе Умер так и не узнав, что такое одеяло Было мне семь лет, когда белый свет отец отринул Умер так и не узнав про нательную рубаху Шесть сестер старуху мать на меня отец покинул И теперь во всей семье только я Носил папаху Минуло мне десять лет Начал я учиться в школе Дядя мне помог Меня отдал он в аул соседний По-арабски нараспев Что-то кадий мололи Сообщая нам свои удивительные бредни В месяц раз мула муки выдавал нам понемножку Каждый школьник в бурдюке свой запас хранил Отдельно И отметку оставлял Не доев своей лепешки Вот какая жизнь была И была она смертельна И портреты точны И скульптуры похожи Но ни в них, ни живых я тебя узнаю В старике-чабане В каждом горце прохожем Вижу взор твой И вижу улыбку твою Так говорит твой сын Расул И так думают те, кто знал Текло твоей ладони Как всенародный праздник Отмечает Дагестан твой юбилей Вступив на землю страны гор Все, кто любит поэзию Спешат в цада, в твое гнездо Чтобы ощутить прохладу Гамзатовского родника Почувствовать краски И запахи земли твоей Услышать гортанный Аварский говор Похожий то на грозный Клек от орлов То на печальные Журавлиные клики Улыбнуться на ульском Гудыкане метким пословицам И остроумным поговоркам Узнать от твоего друга И земляка Магомета Кебедова Удивительные рассказы Полные юмора И едкой иронии В течение многих лет Мы были рядом Я был свидетелем рождения его стихов У Гамзата была Своя собственная тропа Не только в литературе Но и в жизни По этой тропе Гамзат ежедневно ходил На работу в хунзах и обратно Тропа поэта Что ожидала тебя на ней Гамзат Судьба варской поэтессы Анхил Марин Которой богачи зашили рот За свободолюбивые песни Судьба кумыкского поэта Ирчи Казака Сосланного в Сибирь И потом тайно убитого Судьба лесгинского поэта Саида Каччурского Которому выкололи глаза За смелые стихи Судьба даргинского поэта Батырая, умершего в нищете Ты сам выбрал себе эту тропу Потому что не мог смириться С несправедливостью мул С жадностью богачей С обездоленностью бедняков Сложен был водоворот событий Гражданской войны в Дагестане Твое слово для многих Становится путеводной звездой Это хорошо понимали Враги революции Белый полковник Князь Алиханов Просит тебя сочинить стихи Призывающую горскую бедноту Не обращать оружие Против единоверцев И выступить против большевиков Ты отказываешься Псом, которого не заманишь На хинкал Называют тебя враги Красной армии бойцы Разогнали мироедов Панды белых Разбрелись Нашего свинца Отведов Стал трудиться я пером Ради славы Дагестана Гордцам Песенным стихом Помогая Неустанно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В годы советской власти Я применил свой жанр сатиры К воспеванию новой советской жизни Я не любил пчелу Которая не дает меду И курицу Что не несет Яйца Метла, Датов Этот твой печатный первенец Становится в 30-е годы Отточенным оружием бойцов Культсант Штурма Успех твоей книги Был так велик Что неслыханное тогда в Дагестане дело Тираж пришлось тут же повторить Первый съезд писателей Дагестана Он стал для тебя большой радостью Гамзату из сада Присвоили звание народного поэта страны гор Веселые, звонкие, сильные, острые, свежестью, яркостью восприятия песни Расправляют крылья из-под пера Гамзата Страна награждает тебя орденом Ты улыбаешься солнцу А фашистские бинокли уже обшаривают границу твоей родины Война Она ворвалась в нашу жизнь как смерч Ушли и не вернулись домой твои сыновья Магомед И Ахильчи Твое поэтическое слово стало для одних призывом Для других напутствием Для третьих утешением Оно звучит со страниц газет И на антифашистских митингах Работаю много Иной раз по неделям не слезаю с коня Тут нужна песня о смельчаках, детях аула Там приветствие молодым, уходящим на фронт Или стихи о женщинах, труженицах И все зовут, все торопят И нельзя отказать И надо ездить, и читать И слушать, и видеть Субтитры создавал DimaTorzok Первая всесоюзная конференция сторонников мира в Москве Держать в руке удобней серп и молот, чем шпагу и винтовочный приклад С этими словами ты приехал на нее И чтобы понять смысл твоих стихов уральскому сказочнику Бажову Не нужен был перевод Переводчиком становится израненное войной сердце Поистине золотых вершин творчества достигает твоя тропа В аварской литературе ты первый драматург и первый детский поэт Первый сатирик и первый исследователь фольклора Тебе присуждается государственная премия Твои басни и сказки становятся крылатыми выражением Субтитры создавал DimaTorzok 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 Юрий Прокушев сказал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вся наша жизнь стала большой школой, но все-таки надо бороться и с этими остатками прошлого. Вот я и боролся. И, конечно, я уже для этой новой жизни, которая пришла, я не такой певец. Тут придут другие поколения, придет человек другого поколения, вот он этого споет новую жизнь, уже без того темного, которое я бичевал и на которое я истратил свои поэтические силы. Я здесь, отец мой, я учусь смотреть на жизнь твоими ясными глазами. Еще детстве, на крыше сакли, отец любил мне читать свои стихи, и я помню их до сих пор. А потом я сам средний сын Гамзата Цадаса начал свои стихи писать. И я подписал так же, как отец Цадаса. Но мои земляки не привыкли, чтобы я стихи писал, а привыкли всегда читать стихи Гамзата Цадаса. Ну, они увидели фамилию Цадаса, думали, что этот отец пишет, и говорили меня удивленно. Слушай, Расул, что случилось с твоим отцом? Раньше он так хорошо писал, так понятно, так доступно. А сейчас сколько бы не читал, ничего не понимаю. И я после этого, чтобы не позволить отца, стал подписать Расул Гамзату. Этим всем я обязан моему наставнику, моему первому учителю, моему дорогому отцу Гамзату Цадасе. Клянусь, я буду честным и простым, и где бы ни был до скончания века, клянусь, отец мой, сыном быть твоим, что значит быть хорошим человеком. Страну, что когда-то под плетью металась, я вижу теперь в небывалом расцвете. Не 70 лет моя жизнь продолжалась, а 7 удивительных тысячелетий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok